Информацию о расторжении контракта корреспондентам Политсибру сообщили в Комитете по строительству, архитектуре и развитию города. Не у дела остался челябинский проектировщик ООО «Зенит» после его провала на заседании Градостроительного совета. Компания не успела исправить проект планировки квартала 2011, а также группы кварталов «Поток» из северо-западной. В разговоре с Политсибру главный архитектор Алтайского края Виктор Читошников заметил, что согласен с коллегами и считает все претензии к челябинцам обоснованными. О том, что именно не устроило власти в проектах, читайте на Политсибру. В Бийске рассматривают возможность размещения ясельных групп в квартирах многоэтажек. Сейчас в Наукограде, пишет бийский рабочий, прорабатывают вопрос приобретения в собственность города помещений в многоквартирных домах. Однако этот путь вызывает ряд проблем. Например, требуется перепланировка пространства, есть требования по размещению игровых площадок. Между тем, у властей города есть и другие идеи по решению проблемы очередей в детских садах Бийска. Какие именно, узнаете со страниц бийского рабочего. Снимать и днем, и ночью могут камеры нового поколения, которые установили на избирательных участках региона. Председатель краевоизбирательной комиссии Ирина Акимова сообщила журналистам «Комсомольской правды» Барнаул о том, что камеры должны будут снимать рабочие места членов комиссии, столы для выдачи бюллетеней, урны для голосования, а также кабинки. На данный момент камеры проходят тестирование. Татьяна Голубева, Наши новости. Татьяна Голубева, Наши новости.